Две недели остается до старта чемпионата России по тяжелой атлетике. Уже 1 августа в Чебоксарах будут разыграны первые три комплекта наград. Но предстоящие соревнования это не только определение сильнейших. В рамках чемпионата руководство Всероссийской Федерации планирует посетить реконструируемый специализированный зал тяжелой атлетики. Вместе с заинтересованными лицами с ходом работ познакомилась и наша съемочная группа. Сегодня в состав сборной России в различных возрастных группах входят 11 чувашских тяжелоатлетов. Их успехи на всероссийских и международных соревнованиях, а лидер сборной республики Наталья Хлёскина уже дважды становилась чемпионкой Европы, потребовали скорейшего решения вопроса создания специализированного центра. Базой была выбрана столичная спортшкола имени олимпийского чемпиона Валериана Соколова. Сегодня помещение общей площадью почти 300 квадратных метров еще мало напоминает специализированный зал для занятий тяжелой атлетикой. Однако, как уверяет президент профильной республиканской федерации Геннадий Иванов, уже по структуре бетонного основания можно посчитать количество тренировочных помостов. Их будет 12, плюс основной для проведения соревнований. Современные технологии позволили убрать вибрации основания и стен при падении снарядов. В общем, строители учли требования спортивных специалистов. Когда нам предложили этот зал администрации города, именно после боксеров, то, конечно, сначала первая задача была этот зал посмотреть и сориентироваться, что можно правильно вывести из этого зала. Городская администрация, в чьем ведомстве находится спортшкола, на реконструкцию выделила более 4 миллионов рублей. Уже готовы раздевалки и санитарно-гигиенические помещения. Согласно договору, работа планируется завершить к началу нового учебного года. Так что предстоящий визит специалистов Всероссийской Федерации заказчик и строители рассматривают как рабочее совещание. В ходе уже самих работ непосредственно возникают моменты, которые хотелось бы улучшить и которые не вошли в предыдущую смету. Но я думаю, что мы этот вопрос подрядчикам решим. Может быть, это будет дополнительный контракт. Но я думаю, что с 1 сентября здесь начнутся занятия, сюда будут набираться дети. Это идет по той политике, которую проводит администрация города по увеличению количества спортсменов в спортивных школах нашего города. Покидая спортивный зал, боксеры оставили своим коллегам-тяжелоатлетам на память картину автора Михайловского, на которой изображены Юрий Гагарин и Андриан Николаев. Будем надеяться, что этот талисман принесет удачу нашим тяжелоатлетам. И будущие победы, которые будут коваться здесь, не заставят себя долго ждать. Вячеслав Ильин, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.